Привет всем, вы на канале AndroNews. У меня на руках смартфон Xiaomi Max 3. И это новый фаблет, который отличается привлекательным соотношением цены и технических характеристик. Сегодня у нас будет первое знакомство с этим аппаратом, я бы даже сказал гигантом, где мы посмотрим на его корпус, бегло протестируем камеры, звук и так далее. А чуть позже я его протестирую вдоль и поперек и выкачу на этот счет отдельное видео с обзором. Погнали. Ребятос, перед тем, как мы посмотрим на этого великана, хочу напомнить, что на нашем канале сейчас проходит розыгрыш топ смартфонов Galaxy S9 Plus и Honor 10. Если вы ничего не знаете об этом розыгрыше, бегом идем по ссылке в описании и там будет детальная информация. Удачи! Комплектация без изолишеств. Иголка для лотка SIM-карт, зарядный блок и кабель. Параметры зарядника 9 вольт 2 ампера, то есть имеется поддержка технологии Quick Charge 3.0. Ни наушников, ни чехла, ни тряпочек, наклеек и прочих ништяков в комплекте вы не увидите. То есть только самое необходимое. Зато сам смартфон в руке, а для кого-то в руках, ощущается довольно здорово. Сборка отличная, корпус металлический, ничего не скрипит, не шатается. В целом претензия может быть только одна, разве что к порядку надоевшему дизайну, который у Xiaomi вообще никак не меняется от модели к модели. Паблет имеет современный порт USB Type-C. За это отдельное спасибо, потому что microUSB это уже анахронизм, от которого давно пора избавляться. У меня на руках сейчас китайская версия аппарата. И что очень приятно, даже она поддерживает все необходимые бенды. Третьи, седьмой, двадцатые. Поэтому сети 4G будут свободно работать и в России, и в Украине. Но это не означает, что смартфон стоит покупать прямо сейчас. На данный момент здесь установлена китайская версия прошивки, со всеми вытекающими из этого последствиями. Поэтому не спешите, дождитесь глобальной версии прошивки. Как раз к тому времени ценник на девайс еще немного припадет. Короче, совершайте покупки с холодным умом. Да и в целом этот аппарат точно не для широкой аудитории. Далеко не всем нужна лопата с дисплеем, диагональ которого составляет 6,9 дюймов. Но я знаю, что те, кто тащится по фаблетам, ждали этот аппарат с нетерпением. Ходили слухи о том, что смартфон будет иметь встроенный модуль NFC. Но этого, к сожалению, так и не произошло. Зато он получил процессор Snapdragon 636 и две версии памяти на выбор. Такой себе уверенный середнячок. Полные технические характеристики вы сейчас видите на своем экране. Поговаривали, будто Mi Max 3 чуть позже будет выпускаться в топовой модификации, на борту которой будет установлен процессор Snapdragon 710. Но недавно компания Xiaomi официально опровергла эти слухи. Многим может понравиться, что Xiaomi оставили им прекрасный порт для управления техникой, и, что еще более приятно, стандартный аудиоджек. Смартфон имеет хороший мультимедийный динамик, отличный разговорный динамик, и связки из всего этого он даже пытается создать эффект стереозвука. Но получается это, прямо скажем, не очень. Как и на всех остальных смартфонах Xiaomi со стерео. Mi Max 3 просто выдает очень неплохой и громкий звук. Но ни о каком объеме здесь речи быть не может. Мало того, с первого раза вы можете даже не понять, что звук здесь стерео. Но одним из главных достоинств новинки отмечает работу камеры. В сравнении с предыдущим поколением она сделала большой шаг вперед. У линейки фаблетов Mi Max камера всегда была больным местом. Но в этот раз, вроде бы, все должно получиться как надо. На уровне флагманов 2018 года. Мы сравнили новинку с, как мне кажется, довольно крутым смартфоном в плане фотовозможностей. Xiaomi Redmi Note 5. Несколько примеров фото вы сейчас видите на своем экране. Но пока что разница между ними заметна не особо. Видимо, основные обновления придут с обновлением до MIUI 10. И как раз в этот момент я запишу полный обзор. И сравню его с флагманскими смартфонами. И вообще разверну эту тему гораздо шире. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. В предыдущих роликах я предполагал, что у Mi Max 3 основные модули камеры в точности такие же, как и у Mi 8 SE. Сейчас оба смартфона у меня на руках. Я могу с уверенностью сказать, что это не так. Модули у них разные. У Mi 8 SE в качестве основного используется сенсор от Sony AMX 363, а здесь от Samsung. Так, чисто к слову, у Redmi Note 5 в точности такие же сенсоры, как и у Mi Max 3. Только светосила разная. У Max 3 1.8, а у Redmi Note 5 1.9. В целом, если говорить совсем уже откровенно, Mi Max 3 это абсолютно типичный, даже можно сказать скучный смартфон от компании Xiaomi, снятый из конвейера. Но вот реально, если его сравнивать с Redmi Note 5, что их отличает? Цельнометаллический корпус, USB Type-C порт, немного улучшили камеру, увеличили емкость аккумулятора. Вот, и собственно все. Но это не отменяет того факта, что смартфон хорош. Он не имеет своей фишки, никакой изюминки, инновации и прочего. Просто хороший фаблет по демократичной цене. Ситуация как с OnePlus 6. Смотришь на смартфон, вроде бы ничего нового и необычного. Глазу, как говорится, не за что зацепиться. Но за свои деньги это действительно отличное решение. Ну что же, друзья, это был мой первый взгляд на смартфон. И с сегодняшнего дня я берусь за его детальное тестирование. Правда, не вижу смысла в полном обзоре до приходом MIUI 10. Потому что этот интерфейс может здорово все изменить. Напишите, кстати, свое мнение в комментариях. Как вы считаете, стоит ли тестировать новинки Xiaomi на девятой версии MIUI? Или все-таки ждать десятую версию? Потому что в подобной ситуации у меня есть множество новинок от данного производителя. А также подписывайтесь на наш канал, для того, чтобы не пропустить будущие обзоры на второй канал в YouTube. Участвуйте в розыгрыше топ-смартфонов от Samsung и Honor. И да пребудет с вами Android. Пока-пока.